Всем привет, друзья! Вы на канале Digital Shaman, меня зовут Иван, и сегодня нашу лабораторию посетил A7 Mark III с проблемой затвора. Заменим на этой Сонечке сегодня затвор, только затвор, потому как пробег очень маленький, а вот шторки в нем в хлам развалились. A7 Mark III, один из надежных аппаратов линейки A7, ни первый, ни второй, ни четвертый, не является более надежной, чем этот. Это связано непосредственно с механикой взвода затвора, она здесь выполнена в лучшем виде. Что касается затворов, затворы здесь одинаковые на все четыре модели. И теперь переходим к самому внешнему виду камеры. Здесь есть загрязнение на кнопках и общее состояние корпуса немножко грязненькое, что говорит о том, что эксплуатировали его довольно часто в разных условиях. И, в общем-то, если будет время сегодня, я его тоже почищу. Четыре часа у меня есть для того, чтобы выполнить данную работу, поэтому много трепаться не будем, переходим к работе. Поставки этих затворов у нас осуществляются уже на протяжении шести лет. И это очень хорошие затворы, и они являются абсолютно новыми. Ну а теперь поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а теперь мы смотрим на поверхность матрицы. И я вижу, что поверхность матрицы загрязнена. Поверхность самого фильтра еще имеет вот такую черкотину. Возможно, это загрязнение, а возможно, повреждение. Давайте попробуем очистить сенсор камеры. Чистка сенсора камеры производится при помощи набора инструментов из набора ProKit 1, который вы можете купить по ссылке в описании. Старался максимально сделать так, чтобы видно было вам загрязнение. Итак, подносим лопатку и проводим слева направо. Видим, что часть загрязнения ушла, но часть осталась. Другой стороной провел лопаткой. И видно, что я все еще убрать не могу. Какие-то загрязнения более стойкие здесь. Я беру еще одну салфетку и еще раз смачиваю жидкостью, но уже намного обильнее. Это мне нужно для того, чтобы размочить все засорения. Вроде как уходит. Да, действительно, уходит. Давайте еще разочек пройдем. Ну что ж, так намного лучше. Это было довольно сильное загрязнение, но с ним ProKit 1 спокойно справился. Продолжение следует... Аппарат собран и теперь можно включить его. При старте сразу же просят выбрать язык, даст время и место расположения. Это связано с тем, что заново стартует прошивка. После того, как стартовала прошивка, у нас заработали все остальные функции. Можно поклассать затвором. Проверить работу видоискателя. Что-то просят у меня. Нет карты. Ну ладно, вставим видеокарту. Полный сброс прошивки происходит из-за того, что мы отключаем батарею питания. И как результат у нас сбрасывается прошивка и данные. То есть у нас он откатывается не к первоначальной, которая здесь стояла, а та, которая стояла, только она как бы перенакатывается вновь. Что приводит к сбросу всех настройок. Настройки после замены затвора обязательно нужно будет поставить заново. Потому что их там сейчас нет. Ну а что же до затвора. Вы видите, что здесь нет клепки. Вырвалась клепка и, в общем-то, раздолбала весь затвор. Вот такие истории иногда случаются. Тут дата затвора. В аппарате также почистил механику взвода и, конечно же, матрицу. Теперь можно пользоваться фотоаппаратом. Еще как минимум 200 тысяч кадров. Но марки третьих проходят и больше. Уже стоит заметить, что очищены кнопочки и резиночки. Такой фотоаппаратец уже гораздо приятнее смотрится. Еще одна A7 Mark III готова к работе. Ну а с вами был Иван, канал Digital Shaman. Не забывайте ставить пальцы вверх, писать комментарии и подписываться на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok